Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня в комментариях я прочитала сообщение «Покажите свои томаты в открытом грунте». И понемногу, ну как, внутри себя засмеялась. Потому что вот сегодня 10 июня, а у нас сибирский регион, у нас после 5-го, 10-го только начинается высадка в открытый грунт. Поэтому мне показывать еще нечего. Также я, все видели, что я выращивала рассаду в тоннелях. Вот я сейчас делаю выемку рассады. У меня это место, где я высаживаю томаты, еще занято. Я еще даже не всю рассаду вынула. Открыла тоннели только 3 или 4 дня назад, не помню. Вот сейчас я ее быстро в спешном порядке выдергиваю. Вот так вот составляю в контейнера, у меня ее заберут. И как раз, раз показывать нечего мне в открытом грунте, томатов никаких у меня еще нет, покажу, какая выросла рассада. У меня есть томаты, 2 рядочка, которые я высаживала давно-давно, еще до наступления холодов. Может быть, видели, они у меня под покрывалом были. Но они в плачевном состоянии, они вот такие желтенькие, хиленькие. Я жду, когда они отойдут. Но основная масса, вот это вот помидорное поле, которое у меня всегда большое-большое, оно еще, видите, как, оно у меня еще выемкой рассады занимаюсь. Я почти все уже повыдергивала рассаду, осталось вот эти, но вот которые коротышки, которые не проходят у меня фейс-контроль на торговлю. Потом я их тоже выдерну, раздам кому-нибудь. Демидов тоже уже весь выдернула, видите, тут что на месте тоннелей. Вот по краям, которые недросли, которые самые-самые маленькие. И там, может, какие-то внутри, которые забакоковало. Сейчас хочу показать, какие вообще получились нынче. В этом году я всерьез подумала, что, возможно, первый раз в жизни не вырастет рассада в тоннелях. Хотя такого не было никогда на моем опыте. Но рассада все равно выросла. Вот видите, это ее конечный, вот это все, финиш, финальный внешний вид. Так ее у меня забирают, вот в таких вот лоточках. Я набираю по 200 штук. Заберут сегодня, приедут. И сама рассада нынче получилась намного меньше, короче, чем обычно в прошлые годы. Вот смотрите, какой демидов. Ой, сейчас я вам покажу. Демидов получился такой, он как коренастенький, он толстенький, но короткий. У него вот такой большой корень нарастился. Я и говорила, что они сидят, сидели долго-долго в одной паре. Вероятно, наращивали корневую систему, не знаю. Но листья вот эти вот, которые переживали мороз, они, конечно, потом при посадке люди их уберут. Но они уже начали вот последние дни активно наращивать вот эту зеленую массу. Пошли в рост хорошо. Вот жаростойкий, он по сортовым характеристикам, он чуть выше, рассада получилась немного выше. А демидов, он и так 50 сантиметров коротышка. Рассада вообще получилась короткая, такая прикольная, прям как мужичок, дубовичок. Ну вообще, внешний вид рассады из тоннелей вот такой хороший. Она вся такая, как ярко-зеленая, листья упругие. Вот это вот наросла уже новая зеленая масса, цвет приятный. И в общем-то, рассада в этом году тоже получилась. Но единственное, что она получилась на две недели позже, так как у нас холод сместил все, и высадку в открытый грунт. Вот у нас сейчас после 10 июня люди только начинают высаживать сладкий перец в грунт, высаживать томаты в грунт. Так что вот на этом месте я еще два дня тут поковыряюсь, выковыриваю все, что можно. И на этом месте потом у меня будут высажены томаты. Я не расстраиваюсь, я уверена, что мы догоним тех, кто уже высадил. Может быть и перегоним. Так что покажу томаты вам в открытом грунте только тогда, когда я их высажу, поставлю все коли, привяжу, уберусь и тогда буду показывать. Сейчас пока некогда, занимаюсь с рассадой. Все. С вами была Ольга Чернова. Это был быстренький обзор рассады, который выросла у меня в тоннеле. После долгих волнений и переживаний все-таки я получила результат. Ну, как обычно. До свидания.